Привет, друзья! Это канал Будни Инвалида. Моё имя Алексей. И я приглашаю вас за свой праздничный стол. Сильно заморачиваться мы с Верой Ивановной не стали. Заказали суши, роллы, сделали салатики, картошка фри. Ну, в общем, сами всё видите. Праздничный стол получился обалденный. Ну и ёлочка наша, конечно, красавица. Тоже сейчас попозже вам покажу, как она у нас мерцает в темноте. В общем, как вы знаете, я работал 31-го числа. Значит, домой я приехал примерно в 23-20. Вот так в темноте мерцает ёлочка, красота. В 23-20 я примерно приехал. И после этого мы с вами поедем встречать сам Новый Год на Титовскую сопку. Сейчас будет у нас по дороге. Кто-то просил у меня, помню, в комментариях, чтобы я показал ночную чуту. Так что мы сейчас с вами поедем. Ну а пока мы накрыли стол, готовимся к празднованию. И, значит, 23-15-23-20 я примерно приехал домой. Значит, быстренько мы тут перекусили. Поздравили, проводили Старый Новый Год. Поздравили друг друга с наступлением Нового Года. И поехали. Ну, в темноте, конечно, не очень здесь получилось. Ну, в общем, смотрите дальше, как мы с вами поедем. Поедем на Титовскую сопку. И вот практически мы поехали. Ночной город. Было довольно-таки прохладно. Около 25-27 градусов. И вот, как вы просили, я снимаю вам ночную чуту. Это наш район. Улица Оздоровительная. А, нет, это улица Песчаная. Сейчас повернем на улицу Оздоровительную. Новый Год уже наступил. В этом году мы встречаемся с вами впервые. Но я, как всегда, этому рад. Я вас всех крепко обнимаю. Столько теплых слов, столько теплых комментариев. Столько позитива, столько положительного. Очень просто я рад всему, что происходит сейчас в моей жизни. Ночная чута прекрасна. Немножко скользкая на дороге. Но ничего. Забегая вперед, хочу вам сказать, что у нас будет невероятно красивый салют. Я специально для вас в 23... 23.45, это было по времени, мы ехали с вами как раз на Титовскую сопку. Прямо перед 00.00 время. Как видите, ни одной машины нету, потому что все уже расселись за столами. Все уже провожают Старый Новый Год, встречают Новый. А мы с вами едем встречать его вместе. Вот правда, ни одной машины вообще, ни одной живой души на улице. А мы... А мы в пути, как всегда. Вот мы сидели за столом, как раз позвонил Серега из Питера. Ну, вы помните, наверное, Серегу. И разговаривали, он меня поздравлял. Я его, естественно, поздравлял, его мама поздравляла. В общем, друг друга мы поздравляли и разговаривали по поводу Нового Года. Что год был действительно... Ну, и Старого Года мы разговаривали, и Нового Года. Год действительно был не из легких. Год был тяжелый. Но опять же, опять же, мы пришли к мысли, что каждый год это всего лишь страничка нашей жизни. Что трудности, они бывают всегда. И это наша жизнь. Это наша жизнь, она складывается именно из этого. Из радости и печали. Из хорошего и плохого. Как бы то ни было, мы всегда со всем справляемся. Мы всегда идем вперед, не останавливаемся на достигнутом. А достигнутого действительно было в этом году. Несмотря на то, что год был тяжелый, достигнули мы очень много. Салют будет прямо в честь нас. Вот смотрите, вообще мы вот выехали на улицу Ярославского ни одной живой души. Время сейчас уже было 23.50 примерно. То есть до Нового года остается 10 минут буквально. Вот мы едем по улице Ярославского. Это бывший кинотеатр «Спутник». Вот такая красота здесь. Бывший кинотеатр. Сейчас там центр досуга. И за весь путь нам сейчас встретится одна машина всего лишь. А, две машины будут здесь. Вот слева там одна машина осталась. И вон, видите, впереди тоже машину повернула. Сейчас мы с вами поворачиваем на московский тракт. Поднимаемся на Титовскую сопку. Это такая смотровая площадка, с которой видно всю чету. Вся чету, как на ладони. Один раз мы с вами туда приезжали. Но мы поднимались на саму Титовскую сопку, на самую верхоту. Сейчас мы будем немножко пониже. Но там тоже видно весь город прямо как на ладони. В общем, сейчас сами все увидите. Это вот московский тракт. Скоро уже будем подъезжать на место. Вера Ивановна мне говорила, нужно ехать раньше. Но я ее не послушал. Вот как наших родителей нужно слушать. Но иногда мы же думаем, что мы умнее. А по итогу получается, что Вера Ивановна была права. Потому что все места хорошие заняли уже. Мы сейчас встанем там, но все равно все будет видно. Но тем не менее, нужно было ехать немножко пораньше, чтобы занять более козырное место. И вот сейчас будем уже практически подъезжаем. А, вот еще одна машина встретилась. Ну, по пути. Остается считанные минуты до Нового года. Считанные минуты. И заканчивая мысль, то, что это наша жизнь, это наша жизнь именно складывается. Вот даже грузовик какой-то не успевает, видимо, уже все. В дороге встретит Новый год. Но мы с вами успеваем. Остается буквально пять минут. Пять минут до Нового года. И я вот, если честно, я не ожидал увидеть столько людей, столько машин на смотровой. Очень много кто решил, видимо, встретить Новый год именно на этом знаковом месте. Все сюда приезжают, чтобы посмотреть на Читу. Здесь рядышко, вот видите, вот сколько машин уже начинают здесь все вставать, оставлять машины и идти пешком туда. Вот. Мы, значит, проезжаем дальше. Вот смотрите, люди пешком уже идут. Машины все заставлено вообще. Вот там с правой стороны, если вы увидите, сейчас будет часовня. Но мы с вами были здесь. Ну, как-нибудь еще сюда раз съездим. Я вам тут покажу в дневном свете всю эту красоту. Но обычно сюда приезжают именно вечерами, ночами, чтобы встретить, чтобы посмотреть на ночную Читу. Сейчас откроется вид. Вот видите, там все машинами заставлено. Здесь вообще не протолкнуться. Люди готовятся встретить Новый год на этом знаковом месте. Красота, конечно, неописуемая. Сейчас дальше будет тоже красотень прямо вообще. Но сейчас сами все увидите. Специально для вас ведется репортаж в Новый год с ночной Читы. Так, вот подъезжаем. Сейчас остановимся. И здесь даже вот я никак не могу эту мысль закончить. То, что нужно надеяться на лучшее. Нужно верить в лучшее, что все будет хорошо. В очередной раз поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, удачи, любви. Чтобы близкие здоровы были. Чтобы все у вас было хорошо. Вы уже действительно, как большая семья для меня. И это без преувеличения. Это не просто вы мои зрители. Не просто эти просмотры и все остальное. Вы настоящая моя большая семья. Дружная. Я вас обожаю. Вот уже начинается салют. Сейчас время уже без двух минут двенадцати. Без двух минут. Давайте вместе порадуемся, что мы пролистнули эту страничку нашей жизни. Сейчас будет лучше видно. Вот, все, начался салют. Все, сейчас уже пришло время. Двадцать четыре ноль ноль. Все. Красота. Начался салют. Ура! Радуйтесь вместе со мной. Радуйтесь салюту красивей. Абсолютно право. Замечательно. Здорово. Красота. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! С новой удачей! Чтобы все у вас было хорошо. Чтобы у нас, у всех было все хорошо. Столько теплых слов мы получили в личных случаях. Столько написано комментариев. Это просто вообще не так. Сейчас я включу вам немножко. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Радуйтесь с вами! С Новым годом! Салют. Чтобы они тоже ощутили эту радость. Это праздничное настроение. Люди всех друга поздравляют. Желают всего самого-самого наилучшего. Новый год 2021 начался. Ура, товарищи! Ура! 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 Конечно, камера передает, не передает, не передает. С Новым годом, да? Вообще классная кольца такая была. Сейчас нас соберут. Да. С Новым годом! Новый год встретили просто, просто. Вся эта площадка смотрела. Ну, как-нибудь, говорю, мы с вами с ним ездили. Все, как-нибудь, покажу вам. Новый год с ним. Обязательно. Вот полностью площадка. Вся была заставлена машинами. И город весь начинает праздновать. Салютовать. В общем, персональный салют для нас. Организован на нашем канале. Здорово. Я, как всегда, рад вас видеть. Я, как всегда, рад каждому вашему комментарию. Каждому о кодке. Я понимаю, что идем мы с вами, друзья, в правильный показ. Также хочется вам пожелать, о чем вы мечтаете, чтобы ваши мечты были. Салютный, просто, бомбический. Вероятный, просто. Отлично. Отлично. Я, кстати, не знаю, откуда взялась эта традиция на Салютоват. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда эта традиция. Возможно, с дня победы. Возможно, еще откуда-то. Это очень красиво. Ага. И вот эта атмосфера непередаваемая, которую, когда ты видишь незнакомых, совершенно людей тебе, и они тебе говорят, с праздником, счастья, здоровья, удачи желаем. Атмосфера праздника, атмосфера чего-то нового. Что мы перелистнули действительно эту страницу и ожидаем лучшего в нашей жизни. Что все будет хорошо. Видите, сколько машин, сколько людей решили так же, как и мы, праздновать имя по Новый Год на этой спортивной площадке. В общем, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я вас обожаю. Пока-пока.